Коллеги, добрый день. У меня сообщение на экваторе. Все, наверное, немножко устали, поэтому я буду рассказывать о такой спокойной теме. Она не настолько насыщенная информация, она скорее имеет прикладной характер. Сегодня Татьяна Юрьевна говорила, что преимущественным вариантом инновационного лечения является лечение в рамках клинических исследований. И сегодня мы с вами пообщаемся и постараемся ответить на два основных вопроса. Чем полезны клинические исследования? Посмотрим на это немножко с необычной точки зрения, разберем клинические случаи и в этом клиническом случае увидим преимущество клинических исследований над обычной практикой. И ответим на важный вопрос, как найти инновационное лечение в рамках клинических исследований, потому что часто бывает сложно для пациента найти вариант лечения именно в клинических исследованиях. Итак, небольшой клинический случай. Пациент 64 года, аденокарцинома нижней доли правого легкого, он попал в клиническое исследование, где изучалась иммунотерапия. Вот это 2017 году в августе, это ситуация в апреле 2018 года, сохраняется эффект в 2019 году. И что же все-таки получил пациент? Пациент получил 24 цикла иммунотерапии в рамках клинических исследований. Все исследования выполнялись в нашем центре. Результаты лечения в клинических исследованиях лучше, чем в рутине. Это, в общем-то, такой факт доказанный. При этом пациент был обеспечен авиабилетами такси за счет спонсора. Лечение субъектов клинических исследований проводится, скажем, в отдельных условиях, в лучших условиях. Спокойно они приходят в назначенное время и в более комфортабельных условиях. Что мы получили врачи-рефералы? Врачи-рефералы, те, которые присылают пациентов для участия в клиническом исследовании, тот пациент у нас из региона приезжал. И важно отметить, что, конечно, пациент, который отправляется в клиническое исследование, тоже в результате получает лечение более эффективное, чем в рутине. Мы работаем над тем, что врачи-рефералы обучались в клинических исследованиях. У нас есть курсы GCP и методологии клинических исследований. Поднимается уровень знаний врачей, наших партнеров. И, в общем-то, мы работаем, если у нас разрабатываются практически какие-то эффективные механизмы взаимодействия, работаем над тем, чтобы открыть на базе центры регионального исследовательский центр. Клинический случай, который я описал, он еще и дает большие преимущества для учреждения, для исследовательского центра. Прежде всего, это рост квалификации врачей. В частности, в области иммунотерапии у нас были обучены 5 специалистов по иммунотерапии, по осложнению иммунотерапии. Был получен опыт работы с новыми лекарственными препаратами. Клинические исследования являются интеграцией в международную науку. А лекарственное обеспечение составило более 3 миллионов рублей. Эти данные мы посчитали вместе с нашими партнерами. И, наверное, если есть кто-то из организаций здравоохранения, кто занимается этим, понимает, что такие средства, в общем-то, конечно, ни одна система здравоохранения в мире не сможет потянуть. Поэтому, наверное, может быть, отчасти из-за этого участие пациентов в клинических исследованиях является преимущественным по сравнению с лечением в рамках стандартов. И для исследовательского центра, конечно, участие в клиническом исследовании – это вообще в процессе, это опыт организации сложных процессов именно на международном уровне. Ну, сегодня я хотел еще обратить ваше внимание, что проведение клинических исследований – это не просто лечение пациентов, это не просто развитие исследовательского центра, это еще и большое влияние в целом на Россию. Да, потому что у нас инвестиции только в лечение этого пациента, эти тоже данные были сосчитаны с нашими заказчиками клинических исследований – 8 миллионов рублей в лечении одного пациента. Это крупные средства. Экономия внебюджетных средств колоссальная. И ежегодная инвестиция в экономику только лечения пациентов в третьей фазе составляет около 13 миллиардов рублей. Почему мы и занимаемся в нашем учреждении популяризацией клинических исследований и созданием некой такой сети исследовательских центров, которые работают по общим стандартам высокоэффективных клинических исследований, чтобы таких исследований было больше? Потому что ранее перечисленные преимущества от участия и лечения в клинических исследованиях меняются на то, что получает спонсор. Спонсорам нужны только качественные данные по безопасности и эффективности препаратов и подготовленные квалифицированные специалисты. Вкратце расскажу про количество клинических исследований, которые проводятся в области онкологии в мире и в России. Если посмотрите внизу, это красненький червячок, это, собственно говоря, количество российских исследований в области онкологии, это около 100. И около 5 тысяч, 4,5 тысяч это проводится в США, Европе. Это к разговору, когда иногда мы общаемся с регионами. Оп, а как назад? Назад нашел. Когда мы общаемся с регионами, то часто возникает на местах вопрос, что Россия – это такой полигон для испытаний. Нет, это не так. Это, в общем-то, и нас не очень часто приглашают, к сожалению, в исследованиях. Это по количеству субъектов, участников. В исследовании розовые – это третья фаза. Если вы обратите внимание, то в 2019 году значительно сократилось количество включенных пациентов. Отчасти это связано с развитием КСГ и улучшением обеспечения пациентов современными препаратами. По числу активных клинических исследований в мире и в России, на этом слайде я хотел обратить внимание, на Бельгию. Если знают, коллеги, сколько населения Бельгии? Это 11 миллионов человек. Два Санкт-Петербурга. Да, два Санкт-Петербурга, но при этом выполняется клинических исследований, как в Японии, как фактически у нас в России. О, господи, гораздо больше, чем у нас, как в Японии. Так, с чем это связано? Потому что в Бельгии в 2012 году была принята национальная программа развития клинических исследований. В 2018 году наш институт вошел в рабочую группу, организованную Минпромторгом, и мы тоже переняли участие в разработке такого проекта. Надеюсь, что он будет принят и будет иметь хороший эффект. Это такая некая теория. А теперь мы все-таки с вами вернемся. Если у вас есть пациент, да, и вы хотите рассмотреть возможность участия его в клинических исследованиях. В России сейчас есть несколько инструментов для этого. Мы вкратце пробежимся по каждому из них, потому что, в общем-то, это важно. Это может спасти пациенту жизнь и здорово помочь ему и доказать на медицине. Итак, ГРЛС – это самая основная база данных Государственного регистра лекарственных средств. Там есть закладка, если обратите внимание, клинические исследования и реестр разрешенных клинических исследований. Когда вы вводите параметры искомого препарата, например, выходит список исследований, которые проводятся в настоящий момент в России. Есть разные фазы. Наверное, целесообразно рассматривать фазы третьи, потому что первые, биэквивалентность, они не настолько, скажем, рациональны для того, чтобы предоставлять пациенту информацию об инновационном лечении. Ну, допустим, у нас пациент, который рассматривается как кандидат для неодевантной терапии. Мы находим исследование, нажимаем «Дальше» в посылке и находим список тех учреждений, которые принимают участие в организации проведения этого исследования. Дальше вам нужно будет каким-то образом попробовать связаться с представителями этих учреждений и попробовать отправить пациента на консультацию. Это может быть сложно. Есть еще один вариант. Есть сайт clinicaltrials.gov, где вы тоже вводите параметры искомые, получаете исследования, которые проводятся на территории России. Там можно поставить в поиск. Находите, допустим, то же самое исследование при неодеванте. У вас появляется больше информации по этому исследованию, включая критерии включения и исключения. Вы можете это изучить и предположить, подходит пациент или нет. Таким образом составить более ясную картину о пользе этой информации для пациента. Тут же можно найти тоже те же самые центры, которые работают в организации этого исследования и определить их, увидеть их статус. Опять же, вам нужно будет поискать в записанных книжках и среди знакомых врачей, которые проводят эти исследования. Это два предыдущих варианта. Они достаточно сложные. Есть гораздо проще варианты. Я сейчас про них расскажу. На сайте нашего института есть специально разработанная анкета. Вы заходите в закладку «Клинические исследования». На этой закладке есть ссылка на анкету. Очень простая анкета из 22 параметров. Вы заполняете по пациенту или сами пациенты могут заполнить, потому что она достаточно простая. И наши врачи, получая информацию, начинают сопоставлять со всеми проводимыми на территории России исследованиями. После этого входят в коммуникацию с пациентом или врачом, если он заполняет, и сообщают, какие есть исследования. Если есть подходящие исследования, то наши специалисты берут на себя задачу организовать коммуникацию либо врача, либо пациента с исследователями, которые проводят это клиническое исследование. Если этот вариант для вас сложный, то есть просто сайт mika.help, там минимум текста, просто ссылка на опросник, и в результате мы возвращаемся с этого сайта на такой же опросник, только в более облегченном варианте по информации. Вот так вот выглядит потом результат анкетирования. Наши специалисты рассматривают, и хотел обратить внимание, что пациенты, больные рака молочной железы, они являются очень-таки социально активными. Они с интересом заполняют анкеты, особенно когда есть какая-то информация в социальных сетях о проводимых клинических исследованиях по лечению рака молочной железы. И в результате у нас уже есть статистика по уже несколько, ну достаточно большой объем анкет был, и у нас есть некая статистика на тысячи анкет, да, которая заполняется пациентами вообще в целом по всем нозологиям. 400 есть таких кандидатов, которые можно всерьез воспринимать как субъектов для участия в клинические исследования, потому что большое количество пациентов это уже после второй, третьей линии лечения. Среди таких пациентов обычно клинических исследований проводится. Наибольшее количество исследований проводится среди пациентов на фоне установки диагноза, да, это неодевантная, одевантная терапия и первая линия терапии. Поэтому где-то порядка 60% пациентов это те, которые не могут рассматриваться как участники исследований. Из 400 в процессе общения с пациентами, в процессе общения с исследователями 20 пациентов отправляется на скрининг, и из них, с учетом того, что сейчас в исследованиях очень жесткие критерии включения, основанные на молекулярной генетике и других параметрах, это включается очень-очень мало, то есть где-то на 1000 пациентов это где-то около 10 будет рандомизированных пациентов. Я хотел, что попросить, да, вы активнее используете эти сервисы, потому что, в общем-то, нам важно не только помочь пациентам, да, а еще и важно развить общие отрасы клинических исследований в России, чтобы таких исследований было больше, чтобы было больше вариантов для лечения пациентов. И у нас на базе нашего института совместно с РОМом, да, есть инициатива создания исследовательских центров, которые проводят лечение пациентов ракомолочной железы. Есть достаточно простой алгоритм, который позволяет вступить в эту ассоциацию, да, это нужно просто сообщить о своем интересе, да, мой локальный телефон в нашем учреждении 3301, позвоните, мы с вами обсудим все возможные варианты, получите ссылку на анкету, и мы с вами решим возможности взаимодействия. И самое основное, чтобы было понимание, что клинические исследования очень серьезно, да, и они действительно помогают и пациентам в новых вариантах лечения, и врачам быть более интегрированным в международную науку, потому что вот по сегодняшним докладам тоже это достаточно большой объем информации, сложная информация. И когда врач или как ты, как реферал, или как врач-исследователь, ты участвуешь в клиническом центре, ты, конечно, эту информацию получаешь не просто порционно, а постоянно, фактически в реальном времени, на самом острее науки. И, конечно, эта помощь в росте экспортного потенциала страны, это тоже, в общем-то, важно, потому что такие, совершая простые действия, они оказывают влияние, получается, на очень большой спектр событий и достаточно чувствительный эффект и для пациентов, и для врачей. Вот это, если у вас есть пациенты, вы хотите присылать, и если у вас есть исследовательский центр, вы хотите вступить в ассоциацию, потому что что и дает эта ассоциация? Она позволяет разработать общий стандарт проведения исследований. Эти исследования будут проводиться по одному стандарту, давать хороший эффект и привлекать, в том числе, иностранных заказчиков к исследованию. Вот, собственно говоря, мы подошли к финалу. Продолжение следует...